Библейский портал экзегет.ру представляет Но еще одна интересная вещь. В первой главе у нас появляется царица премудрость, которая взывает к простакам, к юношам. Мы видим образ такого строптивого подростка, это идеальный читатель этой книги. И вдруг во второй главе появляется совсем другой образ. Царица премудрость – это такая прекрасная женщина, на которую молодые парни заглядываются и думают, ого, какая она, здорово, надо за ней пойти, наверное. И вот она нас каким-то одарит очень ценным пониманием вещей. Вот наши старики-родители, они в конец уже отупели, и мы не хотим их слушать. Такая обычная история про подростков. А вот есть такая великая царица, пойдем за ней. И вдруг во второй главе. «Сын мой, если примешь мои слова и мои наказы, сохранишь в душе, склонишь слух к мудрости и сердце обратишь к разуму. Если ты призовешь познание и к разуму будешь взывать, искать, если будешь желать его, как серебра, и будешь искать, словно клад, совершенно другой образ. Это образ отца, который наставляет своего сына, может быть, такого послушного. В первой главе они такие, скорее, гершистые подростки, а здесь такой умный мальчик, который выслушивает, вот если ты будешь не просто слушаться, да, в принципе, минимум, да, чего хотят родители от детей, чтобы они слушались. А если ты сохранишь в душе, склонишь слух, призовешь познание, будешь взывать к разуму, если будешь желать его, как серебра, и будешь искать, словно клад, то есть если ты знание сделаешь главным в своей жизни. Вот какие разные бывают эти наши идеальные читатели, то гершистыми, то послушными, а книга про всех. А в конце концов мы бываем разными. Мы же читатели этой книги не идеальные. И она к нам обращается. Вот иногда мы такие, иногда другие. И, значит, если ты все это будешь делать, и говорит нам такой мудрый, спокойный отец, то постигнешь страх Господень и обретешь познание Бога. Страх Господень, понятие, или Господа боятся понятия с первой головы, которые, там выглядит скорее некоторой загадкой, нужно ее разгадать, в общем-то вся книга посвящена. Попыткам разгадать это понятие. Вот не просто страх Господень, это некий набор правил или характеристик, которые человек может себе воспитать или следовать этим правилам. Это что-то такое, что нужно обрести. Что-то такое, что не дается вот так, да? Можно совершать жертвоприношение, можно молиться, поститься, все что угодно делать. Но страх Господень, это не совсем про это, это про какое-то внутреннее состояние, которое еще нужно понять, ухватить, сделать своим. А как? Начнем с того, чтобы ты искал познание. Вот знаете, самое печальное в человеке, когда он перестает искать познание. Он все знает. Вот я вам сейчас все объясню. Я знаю все. Ну, может быть, не совсем все, но достаточно. Мне хватает. Я ничего нового в свою голову не впускаю. И такой человек становится вот как танк, мы говорим. Да, он прет и прет и прет. Его не прошибает никакой снаряд, тем более слово его никакое не остановит. Вот это ужасная вещь с точки зрения этой книги. А человек, который находится в поиске. Веру еще, он, казалось бы, нашел веру, он знает Бога, он знает, как жить. Да нет, он ищет Бога. У пророков мы постоянно будем искать, встречать, простите, это выражение, ищите меня и будете живы, говорит Господь. А как будто в прятки с нами играет. То есть, Бог не у меня в кармане. Страх Господи не мое какое-то, я не знаю, там, одеяние, моя какая-то характеристика. Это то, к чему я лишь стремлюсь в своей жизни. И книга притчи подсказывает, а как, как этого достичь? Во-первых, ищи познание, стремись к нему, люби его, как золото и серебро. Ибо Господь дает мудрость, и от уст его знания и разум. То есть, то, что ты закончил университет, получил ученую степень, ну это сегодня, или тогда, допустим, превзошел все науки, это еще не характеристика твоей мудрости, это всего лишь твой поиск, даст ли его тебе Господь. Ну, если ты очень хочешь, наверное, даст. А зачем все это нужно? Он, Господь, приготовил победу для честных, ищи для живущих непорочно. Он хранит пути справедливости и дорогу верных бережет. То есть, вот он твой успех, твоя победа. Ты не знаешь, в чем они будут заключаться, но это будет твоим. Он хранит пути справедливости и дорогу верных бережет, тогда постигнешь праведность, справедливость и прямоту всех добрых путей, ибо войдет тебе в сердце мудрость, и знание усладит твою душу. Прозорливость будет оберегать тебя, разум будет тебя хранить. То есть, смотрите, все эти понятия, праведность, справедливость, знание, мудрость, не просто абстрактные существительные, но так мы их привыкли называть, абстрактные вещи, да, его нельзя, это знание потрогать, справедливость нельзя понюхать, там, укусить, да, в отличие, там, от хлеба или воды или чего-нибудь такого материального. Но вот здесь они понимаются, как что-то такое, ну, не менее важное для человека, чем хлеб или вода, да, вот что-то такое, без чего нельзя жить, но что не так просто приобрести, как хлеб за серебро или, там, испечь его самому. И тогда разум будет себя хранить. То есть, жизнь – это такое путешествие в опасности, да, вот у нас там пандемия случилась, мы все задумались о том, какие надо меры безопасности предпринимать. А ведь это только внешняя вещь, гораздо больше опасностей в жизни без этих, там, вирусов или, не знаю, там, террористов или каких-то еще вещей, которых мы опасаемся, да, вот просто жизнь полна этих опасностей, и разум от них тебя хранит, чтобы избавить от дурного пути, от человека, чьи речи бесчестны, от людей, что сходят с прямых дорог, чтобы идти путями тьмы и радуются злодеяниям, наслаждаются злом и развратом и по кривым стезям, по следам своим кружат. Вот главная опасность, да, то есть увлечься дурными людьми, которые кружат по своим следам, да, вот они варятся в этом котле злодеяний и повторяют, повторяют, повторяют. Какие два разных образа? Путь праведности – это путь куда-то, это вот открытие, это путешествие, да, вот едешь или идешь пешком по какой-то красивой дороге, удивительной, вот кто там в горы ходил или в какие-то еще прекрасные места, идешь и прямо не знаешь, за новым поворотом открывается что-то такое, что ты только ахаешь. А есть вот это вот кружение по собственным грехам, да, вот когда одно и то же, одно и то же уже не приносит никакой радости, но из этого круга трудно вырваться. Вот эти вещи противопоставляются. И именно стремление к мудрости, стремление к знанию убережет себя вот от этого повтора бесконечного, да. Потому что, что толку людям говорить? Вот вывешивают правила там, не курить, не сорить, не плевать. Курят, сорят, плюют. А вот пойми, что это ты в себя плюешь, ты свою тропинку загаживаешь, да. Поскольку речь идет о молодом парне, то одна из опасностей названа гораздо более подробно. Так, убережешься ты от чужой жены, от замужней с ее ласковой речью, от той, что покинула друга юности своей, завет Бога своего забыла. Да, то есть она покинула своего мужа, за которого она вышла в юности замуж, и одновременно забыла завет своего Бога. Верность мужу и верность Богу, это в данном случае одно и то же. Ибо ее дом смертельная ловушка, путь ее ведет к теням подземным, то есть к духам мертвых. Такая мифологическая картинка. Кто к ней вошел, не вернется назад, уже не ступит на путь жизни. Вот парень, которого соблазняет какая-то женщина, может быть, постарше, опытная, и смотри, ты входишь в ее дом в поисках удовольствия, но это ворота смерти. Ты спускаешься к преисподней. И если ты обладаешь знаниями, если ты любишь знания, ты просто поймешь, что туда ходить не надо. «Потому ходи дорогой добрых, пути праведников держись, ибо кто честен, будет жить на земле, а кто не порочен, останется на ней, а нечестивцев отвергнет земля, и неверные будут искоренены». Вот для начала простые такие стимулы, да? Хочешь жить, умей вертеться, говорит современная мудрость, хочешь жить, бойся Бога, ищи мудрость, или ты просто погибнешь, и мы, к сожалению, видим много таких примеров. Вот для начала просто показать, насколько опасен этот путь греха, и этот путь отказа от мудрости. Это просто опасно. Вот самое главное. Но эта тема, конечно, будет продолжена в следующих главах этой книги. Продолжение следует...